Всем привет! Вы смотрите Эко-новости на ТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярской России и мира, от которых легче дышать. Редкие морские членистоногие мечехвосты находятся под угрозой исчезновения из-за медицинской деятельности ученых. Об этом сообщает Guardian. Голубую кровь морских обитателей используют для создания вакцин. По данным ученых, мечехвосты спасли миллионы жизней людей по всей планете. Их кровь содержит клетки, чувствительные к токсичным бактериям. Когда эти клетки встречаются с инородными микроорганизмами, они образуют сгустки. Это позволяет ученым определить, заражены ли вакцины опасными бактериями. Однако за год в периоды отливов по всему миру собирают более 710 тысяч мечехвостов. У морских обитателей забирают половину их крови и отпускают обратно. По статистике природоохранных организаций, более 30% из них не выживают. За годы ловли численность животных сильно упала, в особенности на восточном побережье США. При этом в опасности находятся не только мечехвосты, но и экосистемы, в которых они обитают. Например, из-за этого сильно упала численность птиц, которые питаются их яйцами. Сибирь вошла в число аутсайдеров по мусорной реформе. Статистикой поделился российский экологический оператор. По данным специалистов, в Красноярском крае экологические мероприятия реализуются значительным отставанием от других регионов. В списке сибирских регионов с низкими темпами также оказались Омская область и Алтайский край. Лучшие показатели в Кемеровской области. Там создание всех необходимых мощностей по обработке и переработке отходов завершат в 2026 году. Работа с опережением графика идет и в Хакасии. Хорошие темпы наблюдают в Иркутской, Новосибирской, Томской областях, Республиках Алтай и Тува. Как отмечает РЭО, для улучшения показателей по обращению с ТКО, в Сибири необходимо создать около 4,5 млн тонн мощностей по обработке, более 1,5 млн тонн по утилизации и более 2 млн по захоронению. Объем затрат составит 78,5 млрд рублей. Ученые обнаружили более сотни ранее неизвестных видов и подводную гору в глубоководье. Об этом сообщает Ресайкл. Исследователи из Института океана Шмидта организовали экспедицию у берегов Чили. Съемку морского дна провели с помощью подводного робота. Он способен опускаться на глубину до 4,5 тыс. метров. При погружении исследователи обнаружили новую гору. Подводная горная цепь длиной около 3 тыс. км включает более 200 возвышенностей. Она простирается от побережья Чили до острова Пасхи. Среди ранее неизвестных существ ученые засняли паутинообразную губку, спиралевидный коралл, остроконечного ежа и других. Специалисты считают, что полное распознавание видов займет несколько лет. Прямо сейчас на экране вы видите карту наиболее загрязненных и чистых районов по данным общественников за неделю. Самыми чистыми районами с 26 февраля по 3 марта стали Свердловский и Октябрьский. А самыми грязными оказались Центральные и Железнодорожные районы. Редактор субтитров А.Семкин